через тернии к звездам или как зацвести орхидею несмотря ни на что как получить первое в жизни домашнее цветение несмотря на жару больше 30 градусов цельсия и на начавшуюся стволовую гниль а такое вообще возможно спросите вы да возможно привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра несколько дней назад я получила на почту вот такое письмо здравствуйте наталья я вам обещала снять распуск моей первой орхидеи и ее первое домашнее цветение это видео должно было быть вам отправлено почти месяц назад простите за задержку не удавалось выбрать время для монтажа первый цветок распустился ночью 27 июня последний 10 июля сейчас все 12 цветов до сих пор в порядке свеженькие красивые как в начале цветения диаметр цветка 7 сантиметров радуюсь и восхищаюсь вдвойне потому что орхидея перед тем как начать свести переболела потеряла 4 листа но главное осталось жива и сохранила и распустила все бутоны кроме одного единственного вместо 13 12 на стволе была гниль черные страшные пятна в двух местах вылечить мне ее удалось с помощью толстянки и ваших уроков по ее применению выздоровела орхидея полностью желтеть листья прекратила ствол в порядке на нем сейчас растет новый корень и это при том что лето у нас выдалось аномально жарким ниже 30 градусов дневная температура не опускалась ни на день в большинстве было ближе к 40 градусам максимальная температура в июле была 41 градус видео я постаралась показать и то как мне удалось вылечить растения еще раз огромное вам спасибо за то что научили меня ухаживать за орхидеями и лечить их столько счастья принесло это цветение и все благодаря только вам спасибо на 2 орхидеи кстати уже семь бутонов появилась к письму прикрепляю обещанные кадры бишкека и так друзья встречайте елена потанина город бишкек киргизия с первым в жизни елены домашним цветением первой в ее жизни орхидеи он все-таки распустился такой была моя первая мысль июньским жарким утром когда столбик термометра уже в девять часов показывал 32 градуса я вышла на балкон и увидела это чудо привет всем подписчикам канала классика орхидейного жанра меня зовут елена и я из киргизии в орхидейном мире я новичок наткнулась на канал натальи в январе этого года и благодаря ей и ее великолепной подачи влюбилась в эти необычные загадочные и такие богатые на всевозможные виды цветы тогда кстати я и обзавелась двумя фаленопсисами один из них вы сейчас видите на своих экранах как зовут это прелестное создание не знаю это его первое домашнее цветение и это первый цветок в моей жизни который распустился у меня дома и благодаря моему уходу благодаря уходу и вопреки страшной болезни в этом видео я покажу полный распуск этого растения на 12 очаровательных цветов и расскажу историю о том как мне удалось сохранить бутоны и превратить их в прекрасные цветы в то время когда на шее орхидеи разрасталась стволовая гниль это случилось на следующий день после выхода моего предыдущего видео о том как мне удалось выманить у моих орхидей четыре цветоноса на стволе растения я разглядела вот это ужасное черное пятно которое явно говорило о том что фаленопсис умирает до этого было потеряно два маленьких начальных листика они по очереди пожелтели и опали и я списала это на то что не пересадила вовремя растение и теперь ему не хватает микрополива для удержания такого количества бутонов вследствие чего орхидея берет питательные вещества из листьев отсушивая их но я ошибалась новый лист который начал желтеть был крупнее и тут уже явно было видно что желтеет он не с края а с основания именно этот факт заставил меня тщательнее осмотреть растения благодаря чему и обнаружилась гниль конечно сразу же мне вспомнилось видео наталья о том как она спасала свой sunset love с помощью толстянки и в тот же день у меня в квартире появился вот этот кустик и я приступила к реанимации отломила лист промыла его разрезала напополам и начала протирать им листья и шею растения но лист оказался очень уж тонким и щуплым поэтому сока на орхидеи почти не оставалось тогда я решила действовать более радикально и выжила несколько капель из листа толстянки прямо в точку роста моей больной орхидейки такой метод лечения я тоже подсмотрела в одном из видео натальи сок толстянки начал спускаться вниз пропитывая орхидею изнутри затем несколько капель я опустила в пораженное место на стволе и также я действовала каждый день в течение почти двух недель вот так пораженное место выглядело на следующий день после первой обработки через пару дней она посветлела а лист полностью пожелтелые сам отпал мне оставалось только убрать его остатки со ствола сделав это я поняла что потеряю еще один лист потому что под опавшим листом обнаружился еще один очаг поражения на которой я тоже принялась капать соком толстянки и все же орхидея начала сушить бутон это меня жутко напугало но к счастью это был единственный потерянный цветок все остальные остались целы параллельно с этим я с первого же дня использовала настой толстянки два измельченных листика залила стаканом горячей воды и уже через сутки на тыльной стороне всех листьев моей пациентки красовались ватные диски смоченные целебным настоем ну и конечно же полив первые три дня я производила только с помощью внесубстратного корня поместив его как научила наталья в видео больных растениях в стаканчик с водой а точнее с настоем толстянки потом поняв что остальные корни сохнут и побоявшись что растению будет недостаточно одного корешка для питания и удержания бутонов я вернула микрополив два раза в день по 30 миллилитров настоя толстянки я проливала по краю горшка при этом ватные диски на листьях были смоченными постоянно и днем и ночью учитывая летнюю жару вскоре высох и отпал последний четвертый пожелтевший лист и сняв его остатки с шейки новых пораженных мест я уже не обнаруживала а сам ствол становился все светлее в день распуска первого цветка у нижних листьев повысился тургор и это был знак того что болезнь отступает и можно надеяться на полное выздоровление это меня чрезвычайно радовало но больше всего эмоций в тот день принес конечно сам распускающийся цветок он был прекрасен нежно-фиолетовый с причудливыми крапушками в центре и яркой бело-оранжевой контрастирующей с самим цветком губой мне кажется я могла бы смотреть на него вечно потому что в тот момент чувствовала нескончаемый поток энергии счастья который посылал мне этот космически красивый экземпляр я была бы безумно рада узнать имя моего фаленопсиса друзья если вы знаете как его зовут напишите пожалуйста название в комментариях каждый день распускалась по одному цветку и их становилось все больше и больше я не могла поверить своим глазам невероятной красоты цветения которые мне удалось сохранить несмотря ни на что я любовалась снова и снова этими прекрасными цветами спустя еще неделю на месте былой гнили появился новый корешок и это была полная победа растение выздоровела удержала цветы и начало растить корни и вот полный распуск моего фаленопсиса 12 прекрасных роскошных чудесных цветов надеюсь что они будут радовать меня очень долго конечно же всего этого не было бы ни шикарного домашнего цветения не выздоровления растения если бы не канал наталья и ее советы и рекомендации по уходу и спасению этих прекрасных растений поэтому в очередной раз говорю огромное спасибо наталья от всей души за ее труд и за все что она делает для всех нас новых успехов каналу и его подписчикам и так друзья абсолютному но очень способному новичку удалось не только вылечить орхидеи от страшной стволовой гнили но и зацвести ее в очень сильную жару для лечения не потребовались ни антибиотики не фунгициды вообще ничего искусственно синтезированного лишь природные средства и если вы тоже хотите научиться выращивать орхидеи и лечить их без использования химически синтезированных антибиотиков фунгицидов активаторов стимуляторов фитогормонов заходите в плейлист целебные снадобья для орхидеи в этом плейлисте собраны все природные натуральные лекарственные средства для того чтобы ваши орхидеи были счастливы ссылку на этот плейлист я как всегда оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему ну а пока я напомню вам что 10 минут вы провели вместе с каналом классика орхидейного жанра если вам понравилось это видео если вы захотите вернуться на канал вновь поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас много интересного